В администрации прошло совещание под председательством главы района Заура Хамирзова, на котором присутствовали заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью Транссервис Александр Алисов, главы сельских поселений. Совещание было посвящено серьезной теме. С 1 января 2018 года твердые бытовые отходы будут называться коммунальными, а услуги по их вывозу, соответственно, перейдут из разряда жилищных в разряд коммунальных. Главная причина изменения их статуса – переход деятельности по сбору и вывозу этих отходов в ведение регионального оператора. На территории Республики Адыгея данным видом деятельности занимается лицензированная организация общества с ограниченной ответственностью Транссервис. Наша компания уже более 10 лет занимается обращением с отходами, вывозом, утилизацией. На сегодняшний день сложилась ситуация, что только мы, получается, по Адыгеи имеем лицензию, имеем лицензированный полигон, куда могут утилизироваться отходы, твердокоммунальные отходы. Поэтому на сегодняшний день и правительство Республики Адыгея предложило нам прийти в ваш район и заниматься вывозом твердокоммунальных отходов. Мы какую цену с человека, накопление, сколько будем убирать мусора, пока еще умеем устанавливать согласно нашим затратам. Пока он еще не регулируемый, этот тариф. То есть он будет, твердокоммунальные отходы, он будет регулируемый тариф. Это когда придет региональный оператор. Но уже все люди должны иметь договора с лицензированными организациями, которые имеют право ввозить на лицензированные полигоны. Таким образом будет определен в кубических метрах норматив накопления отходов на каждого человека. Кроме того, будут рассчитаны нормативы накопления для организаций, работающих на территории региона. Региональный оператор будет действовать на принципах государственно-частного партнерства. Уже сегодня для вывоза мусора существует две площадки в Майкопе и Адыгейске. Эти изменения вызвали в главпоселении немало вопросов, касающихся в основном организации и оплаты вывоза мусора.